Грядет ли глобальное потепление? Вечная мерзлота? Действительно ли вечная? Ученые арктического исследовательского стационара задаются этими вопросами и проводят исследования. На этот раз пунктом назначения экспедиции стала река Яркута на полуострове Ямал, где свою исследовательскую работу они проводили в течение недели. Приехали мы на Яркуту и видим вся тундра в октябре. Бурая, рыжая такая. И прямо издалека подъезжаем на машине и видим, что такие куски зеленой травы вырастают. Спросили у местного населения, у немцев, они там живут круглый год, это рядом с их территорией, откуда у вас здесь вообще овес образовался. И они говорят, что приезжали геологи, делали какие-то изыскания и после себя посеяли эти семена. Скорее всего, сейчас отсветет, завянет и в следующий год уже не вырастет. Удивительные факты ученые могли наблюдать, едва началась экспедиция. Одна из целей которой – сбор данных с метеостанций. Температура, влажность, скорость и направление ветра – данные фиксируются на протяжении многих лет. Кроме того, уже на протяжении пяти лет ученые следят за мерзлотой. Тенденция такова – температура повышается, глубина промерзания увеличивается. Все это влияет на изменение экосистемы Арктики. Это влияет на кустарники, то есть вся мерзлота промерзает, скапливается большое количество воды в почве. И все это влияет на кустарники, которые начинают распространяться на север, соответственно. И ареалы обитания животных меняются. Южные виды идут на север, которые раньше жили в лесотундре. Они видят, что есть кустарники, значит, можно поселиться на севере. И это на самом деле очень сильно меняет экосистему. Ученые часто приезжают на Юркуту для исследований. Во время экспедиции общаются с местным населением, прислушиваются к их мнению. И в этот раз обсудили со своими друзьями-ненцами новый проект по изучению питания оленей и других травоядных тундры. Работу планируют вести в тесном партнерстве. В рамках нашей лаборатории мы планируем реализовать проект по изучению питания оленей. И, собственно говоря, во время этой поездки мы сделали первые шаги к осуществлению этого проекта. И мы общались с местным населением. И, так сказать, они нам подсказали и дали ценные комментарии по поводу того, как лучше осуществить. И то, что это сотрудничество будет ценным. Как и для них, так и для нас. Общение с местным населением, сбор фактических данных и фиксация необычных явлений – все это помогает ученым узнать Арктику и делать выводы на будущее.